МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло. Нож нужен мне сегодня. Мой человек сейчас за ним заедет. Понял. Жду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он нас надул. Это подделка. Где этот гад? Успел слиться. Найди его. Из-под земли достань. Черт. Надо вычислить, кто эту липу для него с... Стоп, 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 стоп. Когда я ему отдавал нож на реставрацию, он сказал, что у него есть друг. Реставратор-гений. Все сможет сделать. Вот он и смог. Сволочи. На полтора лимона зеленых меня надули. Не переживайте, Виталий Семенович, я его из-под земли достану. Достань, достань, милый, достань. Только не затягивай. Я так больше не могу. Извини. Привет, братик. Можешь объяснить, что произошло? Да ничего нового. Мама поругалась с Мариной, но в этот раз Марина собрала вещи с Сашкой и уехала. Куда? Сказала, поживет у родителя, а там что-нибудь придумает. В каком смысле придумает? Мить, думаю, она говорила про развод. Это из-за мамы? Да, ты же знаешь, что с ней невыносимо. Знаю. А отселить ее некуда. Господи, когда же это кончится? Наверное, никогда. Или как там? Пока смерть с ней разлучит нас. Ну, давай, давай. О! Так, Остин, Остин, ты чего под ногами-то вертишься, а? Смотри, а то на шашлыки пущу. Ося, веди себя хорошо. Может быть, Бабкин даст тебе косточку. Кстати, по поводу косточки. Шашлыка-то всех не хватит? Надо чем-то собак кормить. Почему не хватит? Там корм. Закончился. Слушайте, давайте я в магазин схожу, а? Прекрасная идея. А, ну тогда купи пару лавашей, там у нас пекарни свои. Тебе надо переодеться, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, далеко, во-треть, я тебе велосипед дам. Подожди, мне не во что переодеться, бабкин мою сумку в конторе забыл. Молодец. Сейчас пойду, тебе чуть подберу. Девочка моя голодная, проголодалась моя красавица. Мама, я хочу с тобой поговорить. Мама! 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 Мама, я с тобой разговариваю! Ты не разговариваешь. Ты орёшь, как резанный. Что ты наковырила Марине? Она сказала, что подаёт на развод. Если это за тебя, я… Я не знаю, что я сделаю. Не знаешь? Не говори. Да таких матерей, как ты, надо убивать. Не подходи ко мне. Машин, вызывай полицию. Он меня убьёт. Подожди, Серёха. По-моему, кого-то убивают. Да нет. Послушай. Ничего не слышу. Показалось. Ну, о чём вы тут болтаете? Да вот, Макару показалось, что кого-то убивают. Серёга, в работе соскучился? О, Боже мой. Первый день отпуска. Макар, я тебя умоляю, ну, не наводи ты смуту. Здесь никто никогда никого не убивал. Здесь очень тихо и спокойно. А, хотя нет, вру. Был один криминальный случай. Собаку местную отравили. И через пять дней отравитель умер от инфаркта. Так, давай. На, пожалуйста, подобрала тебе кое-что. Не обижайся. Фасончик, конечно, не твой, но для дачи сойдёт. Иди переодевайся. Магазин где? Значит, смотри, выезжаешь на велике направо, едешь прямо-прямо, минут пятнадцать. Ты прямо в него там выпрёшься. Понятно. Понял? Давай. Ах, какая красота, Боже мой. Здесь красота-то получше. Мама, успокойся. Так, что такое? Не приближайся ко мне. Что случилось? Твой брат грозится меня убить? Меня? Свою родную мать? Так, успокойся. Или ты хочешь, чтоб все соседи сбежались? Минь, что случилось? Ты знаешь что, Марина не вернётся. На этот раз всё серьёзно. Большая потеря, Марина твоя. Замолчи! Мало тебе, что нам с Машкой всю жизнь испортила. Теперь ты хочешь разрушить мою семью. Настоящую семью ничто разрушить не может. А если твоя жена вертихвостка? Тихо, тихо, тихо. Не смей. Марина тебя два года терпела. Пыталась наладить с тобой отношения. Но это ж невозможно. Ты всех извела. Сашка твой собственный внук и тот тебя ненавидит. Сашка твой ненавидит всех. Мам, а ты вместо того, чтобы орать, сводил бы его в психиатру. Мам, замолчи. Мальчишки, пять лет, а он уже невротик. Чуть-то в слёзы. Да с тобой кто угодно невротиком станет. Ты не женщина. Ты чудовище. Я ушла. Слышишь, всё. Хватит меня успокаивать. Простите, вы в порядке? Что вы как? Простите, ради Бога. Просто давно на велосипеде вот не ездил. Немного не справился. Я заметила. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожны. Хорошо, буду. Может, я это… Нет. Подождите, я же не сказал ещё ничего, что нет. Нет, я не хочу познакомиться поближе. Я не хожу в кино. И нет, я не приглашу вас на чай. Извините. Может, тогда и я приглашу? Нет, спасибо. Так. И чтобы я вас здесь больше не видела. Слушайте, да вам с рук не сойдёт. Это мой ребёнок. И я его заберу. А я в полицию пойду. Прекрасно. Идите. Идите, Светлана Вадимовна. Я думаю, что в полиции к вам прислушивается. Вы же стоите на учёте в психоневрологическом диспансере, насколько мне известно. Подождите, откуда вы знаете? А что, у меня неверная информация? Это вообще вас не касается. Ошибаетесь, Светлана Вадимовна. Вас госпитализировали, потому что вы опасны для себя и для окружающих. А у меня здесь дети. Послушайте, всё не так, как вы думаете. Понимаете, это была ошибка много лет назад. Всё уже в прошлом. Я вас очень прошу. Идите. И больше сюда не приходите. В противном случае я буду вынужден вызвать полицию и санитаров. Олег. Все, Юль. Все, не переживай. Вот пей свежий чай. Я заварила с Мелиссой. Пей. Ну, как не переживать? Как не переживать? Родные дети куском попрекают. А мне деваться некуда. Всё ладится. Ну, в конце концов, ты их мать, они твои дети. Вы близкие люди. Мало ли что случается. Ну, переборщил Митя немножко и всё. Саша, ты бы его видела. Он меня чуть не убил. И я не шучу. Ну, что ты, богу, преувеличиваешь. Не убил. Просто он нервничает из-за Марины. Его можно понять, между прочим. Хотя, ты знаешь, я тебе скажу. Вот это ваше совместное проживание в одном доме — это ужасно. Ни ты к этому не привыкла, ни они не привыкли. Вот так всё и получается. Саша, я ненавижу этот дом, эту деревню. Кругом грязь, газ в баллонах. Ну и контингент соответствующий. Но скоро всё переменится. Саша. Здравствуй, Светочка. Всё так плохо? Ой, ну, ну всё наладится. Ей нужно время. Она успокоится, начнет новую жизнь. Не знаю. Я тоже раньше так думала. А только хуже и хуже. Ты знаешь, я боюсь. Как бы она чего ни сделала. Да ну то что. Угу. Мить, ну не переживай, всё наладится. Маринка тебя любит, Саша тоже. Помиритесь, а с мамой решим что-нибудь. Как, Маш? Жизнь мне невозможна. Ты же видишь, никуда её. Мить, я всё устрою. Я… Я не позволю ей разрушить твою семью. Ясно? Ну посмотри на меня. Всё будет хорошо. Просто потерпи немножко, ладно? Я всю жизнь терплю, Маш. Не могу больше. Не хочу и не буду. И хватит меня опекать. Мне не пять лет. Сам разберусь. Митя, ну подожди. Митя. Ну подожди. Митя. Для вас на меня. Ох, да у меня. Это ты. Вот так. Главный секрет приготовления шашлыка — это уголь. Уголь должен быть березовый. Вот сейчас мы проверим правильность этого утверждения. Главный секрет приготовления шашлыка в том, что его должен делать мужчина. Правильно, это моя хорошая. Да. Что ты проси, спрашиваю? Про девушку про эту, она кто? А, Маша, соседка моя, Ладынина. Она живет с братом своим Митей, с мамой сумасшедшей. Мама там в свое время так отжигала, по полной программе веселилась. Их бабушка воспитывала. Потом мама пришла в себя, вернулась к детям, села им на шею и начала третировать по полной программе. Так что вот так, а Маша хорошая девчонка. Значит, она дочка Ладыниной. А ты уже успел познакомиться. С кем? Какая разница? Ой, Макар! Ну что, значит, не будет что сказать твоей маме. Сереж. Нет, девчонка-то красивая. Нет, подожди, подожди. Я смотрю, Макар, ты время зря не терял. Ладно, ладно, все. Итак, приступаем к дегустации. Подай, пожалуйста, кетчуп. Мам. Так. Потом мне дай. Кетчуп закончился. Это что? Ой, кстати, Маша очень вкусно еще готовит. Я думаю, что у нее наверняка есть кетчуп. Да, интересно, а кого бы нам к Маше послать? Хотя ж не знаю. Может быть, Макара отправим? Да, я могу сходить. Прекрасно, сходи. А то так без меня с голоду и помрете. Конечно. Ну, что маме-то сказать? Сереж, ты же меня знаешь. Пока ничего не говори. Ой, Макар! Ой, котяра! Иди сюда. Что случилось? Там. Что там? Там мама. Что мама? Она еще жива. Вызывайте скорую. О, ты красивый. Всегда любила красивых мужчин. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Все из-за сына. Вы меня слышите? Черт. Следователь из района приехал. Опрашивал всех. А что случилось? Да, похоже, Митька мать зарезал. Говорят, его на месте застали. А я иду из магазина, смотрю. Скорая стоит. Полиция. Машка бедная. Пришла домой, а там такое. Полиция же полчаса как приехала. Ну так они и пошли по соседям с расспросами. Не сходится. Маша домой два часа назад вернулась. Я сам видел. Даже больше. Так, Липа, пойдем. Не на что нам тут смотреть. Извините, можно вас? Что вам? А могу я со следователем поговорить? Какому вопросу? Хочу дать показания. Пойдемте. Вы все проверили? Деньги, ценности, ничего не пропало? Да, все на месте. Прекрасно. Значит, версия о грабителях, Дмитрий Олегович, можно считать несостоятельной. Так, так, что там? На пороге столкнулся с Дмитрием Ладыниным, когда тот выходил из дому. Угу. На вопрос, кто это сделал, потерпевшая ответила, это все из-за сына. Угу. Сын, это ведь вы? Вы неправильно поняли. Я зашел домой, увидел маму на полу, растерялся. Угу. И решили побыстрее покинуть место преступления. Вы можете быть свободны. Я хотел позвать на помощь. Кого? Не знаю. Соседей. А почему соседей-то, Дмитрий Олегович? А может быть, было бы полезнее вызвать скорую и полицию? Да в шоке был человек. Вы что, не понимаете? Мария Олеговна, мы с вами еще пообщаемся. Так почему вы не вызвали полицию? Я действительно был в шоке. Не сообразил. Допустим. Тогда почему, когда вас попросил Макар Андреевич вызвать скорую, вы ее не вызвали? Тут соображать особо не надо. А вы звонить никуда не стали. Просто вышли из комнаты. Куда вы выходили и что вы делали? Мне было плохо. Меня рвало. Угу. Значит, вы все это время были в уборной. Угу. Петров! Возьми криминалиста и обыщите туалет на предмет орудия убийства. Вы вышли из леса в половине первого. А в течение следующих двух часов вас никто не видел. Я хотел побыть один. Мне надо было подумать, как решить проблему с матерью. Жена не могла больше жить с ней в одном доме. И вы решили проблему весьма радикальным способом. Да, Дмитрий Олегович? Собирайтесь, поедите со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Ладынина Юлии Михайловны. Вы что, с ума сошли? Да вы что, он не мог? Да неужели? Тищенко! Вы издеваетесь, что ли? Какой-то бред. Отдень на него наручники и отведи в машину. Послушайте, какие наручники? Вы понимаете, что он не мог? Гражданка Ладынина. Вы понимаете, это его мать! Так, только без истерик давайте. Подождите, послушайте, вы вообще все неправильно поняли. Мы с вами еще побеседуем. Мы вас вызовем отдельно. Ну, я прошу вас, ну, пожалуйста. Мария Олеговна, мы, по-моему, обо всем с вами поговорим. Нет, говорим, он не мог. Ну, пожалуйста, я прошу вас, ну, что же вы делаете? Я вам говорю, гражданка Ладынина, успокойтесь. Все, дайте нам нормальную работу. Ну, он не мог. Понимаете, он не мог. Ну, как так? Квасть, я вам сказал. Все. Давай, давай. Давай, давай. Это вы во всем виноваты. И за вас теперь Митю посадят. Если Митя не виноват, никто его не посадит. Серега, погоди. Да какое вы вообще право имеете обвинять моего брата? Вы вообще откуда взялись? Вы нас знаете? Вы его знаете? Да вы нас впервые видите. Я понимаю, мне жаль. Да вы ничего не понимаете. Вы сначала его обвинили, а теперь рассказывайте, как вам жаль. Маша, послушай меня, пожалуйста. Да откуда он вообще взялся? Ника, какое он право имеет? Говорит, что Митя мог кого-то убить. Вот объясни мне, я не понимаю. Мне действительно жаль, я сделаю все, что могу. Вы уже все сделали, что могли. Все, успокойся, послушай меня. Он просто так говорить не будет. Это их работа, он сейчас детектив. Все, успокойся. Пойдем чай пить. Если он не виновен, я обещаю, я найду того, кто это сделал. Ника! Нит! Ника! Мы можем провести параллельное расследование и выяснить, кто это сделал. Но вы должны быть готовы к тому, что следователь прав и это ваш брат. Нет, это невозможно. Ну, невозможно. Вы знаете, иногда даже самые близкие люди преподносят такие сюрпризы. Вы… Вы… Вы просто найдите того, кто это сделал. Пообещайте мне. Обещайте. Да. Спасибо. Извините. Не нравится мне все это. Да кому это понравится? Пожилую женщину ни за что убили. Я не об этом. Макар никогда не работал бесплатно и никогда никому ничего не обещал. Сереж, давай оставим эту тему. Да. Что у тебя? Результаты вскрытия. Ранение нанесено обоведоострым лезвием шириной пятьдесят четыре, пятьдесят пять миллиметров. В ране обнаружены микрочастицы золота. Откуда они там? Что с орудием убийства? Отсутствует. Ребята все перерыли. Нет орудия. Ищите! Ладынина не было в комнате. Максимум минут двадцать. Далеко он его унести не мог. Носом землю ройте, но найдите мне орудия. Понял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Кстати, а следователь кто? Да Никита Калинин. Недавно академию закончил. Опыта никакого, но, говорят, большой энтузиаст. Плохо, Серег. Что опыта никакого? Такой, как вцепится в одну версию, другие даже рассматривать не станет. Ну, версия-то железная, согласись. Железная-то железная. Так, допустим, Митя говорит правду и никого не убивал. Тогда, может быть, это убийство как-то связано с прошлым Юлией Михайловной Ладыниной, а? Говорят, лет десять назад она еще так крепко отжигала. Ты с Машей об этом говорил? Сереж, ну с какой Машей? У нее вчера мать убили и брат под следствием. Спит она, ей Ника снотворное дала, так что я с ней завтра поговорю. А ты вот что сделай. Узнай-ка про прошлое этой Юлии Михайловны. Че, как, с кем, когда, в общем, не мне тебе объяснять. А я тут с местными поговорю. Глядишь, за что-нибудь и зацепимся. Макар, ты с Машей о гонораре говорил? Нет. Дело не в деньгах. Просто я боюсь, что ты очередной раз можешь наступить над ней те же грабли. Так, Сереж, все, закрыли тему. Понимаешь, здесь другая ситуация. Макар, мне кажется, что Маша похожа на Надю. И не делай вид, что ты этого не замечаешь. А с чего ты взял? Вообще не похоже. Да, Макар. Сереж, закрыли тему. Ешьте пирог, Макар Андреич. Это Юлин рецепт. Я испекла, думала, мы чай попьем. А вот видите как. Скажите, а вы с Юлей Лодыниной давно дружили? Да, мы дружили, да. И часто виделись? Каждый день. А вы не замечали в последнее время что-нибудь странное, необычное? Может быть, она боялась чего-то? Ну, если Юля боялась чего-то, так это прожить остаток жизни здесь, у детей на Иждивении. В этом поселке. Она ведь привыкла к совершенно другой жизни. А не обычного. Да нет, знайте как-то. У нас вообще здесь мало что происходит. А, не знаете, может быть, она ссорилась с кем-то? С Митей? Ну, это вы, наверное, знаете, это все знают. Да. А не было каких-нибудь посторонних людей? Может быть, вокруг дома кто-то крутился. Посторонних? Да нет. А, вот что. Это было три дня назад. Я видела возле их дома какую-то машину, вот такую большую. Чёрную, с тонированными стёклами. Я ещё подумала, что к Маше кто-то приехал, а Юля сказала, гостей у них не было. Хотя… Что хотя? Она очень нервничала в этот день. А почему, я не знаю, она не говорила. Понятно. А вы не видели, кто-нибудь из машины выходил? Нет, я не заметила. Может, номер запомнили? Ну нет, ну что вы. Подождите, а ваша дочь? Нет, 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 нет. Светы в этот день не было. Она была на работе. А я могу с ней поговорить? Её нет дома. Она в городе будет очень поздно. У них там какая-то проблема на работе, какой-то завал, какая-то проверка. Она ведь у меня аудитор. Но если вы хотите, я могу всё у неё сама расспросить, пожалуйста. Спасибо. Очень обяжете. Ну, я, пожалуй, пойду? До свидания. Спасибо за пироги. Всего хорошего. Чё он хотел? Про Юлю расспрашивал. В последний месяц вашей мамой интересовалась арендой вилл на Сардинии. Чем? Вы об этом ничего не слышали? Какие виллы, ради Бога? У нас дом заложен. Мы с Митькой еле-еле проценты выплачиваем. Откуда вы взяли эти виллы? Ну, что, Сергей проверил номера телефонов. И общался с риэлтором, который подбирал для вашей матери варианты. Юлия Михайловна рассказывала агенту по недвижимости, что после Нового года она хотела арендовать, а впоследствии приобрести недвижимость в Италии. Да на какие деньги? Ну, вообще-то я думал, вы нам об этом расскажете. Ну, значит, она снова ввязалась в какую-то авантюру. Кто-кто, мама это умеет. Точнее, умела. Какую авантюру? Сереж, ну, ну, например, она вкладывала деньги в какие-то финансовые пирамиды. И не только в свои деньги, понимаете? А потом эти деньги прогорали, и у нее, конечно, были проблемы с кредиторами. А с кем конкретно? Ну, этого она мне не говорила. Что-нибудь еще? Ну, еще она промотала квартиру бабушки. Понимаете, мама любила жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. А платили всегда за это другие люди. Сначала ее мужья, а теперь вот мы с Митькой. Я ничего не знаю про Сардинию. И, простите, Макар, про эту машину, которую видели возле нашего дома, я тоже ничего не знаю. Никто из моих знакомых на такой не ездит. Серег, надо пробить машину по базе. Есть марка и две цифры. Черный Ниссан, тридцать один. Алло, привет, это я. Нам надо срочно увидеться. Я еду в твою сторону, буду через час. Понял, что полиция, хорошо. Думаю, подъезжать не буду. Где нам увидеться? Подожди, я записываю. Развалины, это за поселком. Хорошо, жди, еду. Ты нашел его? Я не могу. Да, сейчас еду за ним, в сторону области. Смотри, не упусти его. Но не переусердствуй. Он мне живой нужен. И так, чтоб мог говорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машина, которую видели около Дома Ладынинах, оформлена Троицкого Вячеслава Леонидовича, 1979 года рождения. Чем занимается? Он сотрудник реставрационного отделения исторического музея. Ну, в частном порядке оценивает, сертифицирует, реставрирует предметы искусства. Кстати. Понятно. Вон на его мастерская. Уже пришли. Ага. Слушай, а Калинин, что насчет орудия убийства? А, кстати, совсем забыл. Надежи, почитай на второй странице. Здесь? Да, вот. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием, ширина 54-55 миллиметров, прямым ударом между пятым и шестым ребрами. В ранее обнаружены микрочастицы золота. Интересно. Вот так. Ух ты! Слушай, дверь открыта, а в мастерской, походу, уже никого нет. Вот. Судя по бутербродам, в Твойске у меня было пару дней. Собирался в спешке. Перед тем, как спешно покинуть мастерскую, похоже, занимался вот этим ножом. Ну-ка. Серега, здесь точно еще кто-то был. С чего ты взял? Смотри, сколько следов. Протектор же разный. Показал я эскизы своему приятелю из Мушкинского музея. Ты знаешь, он как возбудился? Говорит, что это очень редкий нож. Скифский. Из какого-то известного кургана. Что-то вроде золотой шлима. Что-то типа этого. Был найден при раскопках в двадцатые годы на территории Молдавии. Ага. Потом во время войны исчез, считал, что бесследно. За ним даже в саму ННР бы охотилась. Представляешь? Ух ты! И вообще, говорят, что этот нож приносит несчастье всем, кто им владеет. Нож-то ценный, наверное? Полтора миллиона долларов, Серега. Ничего себе! Ого! А с исторической точки зрения, вообще бесценен. Это тебе твой приятель рассказал? Ну, а кто же еще? А теперь объясни мне, какое отношение к скифскому ножу, а ННР бы и оценщику антиковариата гражданину Троицкому имеет покой на Ладынина? Скорее всего, этим ножом ее и убили, Сережа. Но сам посуди, частички золота, ширина лезвия, заключение судмедэкспертов. Все сходится. И к тому же машину Троицкого видели у дома Ладыниных. Но не просто так же он туда приезжал, как считаешь? Вот так, Ник. Нет, про нож я ничего не слышала. А вот этот вот ценщик… Троицкий. Троицкий. Вот если он занимается предметами искусства, то вполне возможно, что он с моей матерью мог быть знаком. Дело в том, что моя мать была замужем четыре раза. Вот. И один из ее мужей был в девяностые владельцем одного полукриминального ювелирного бизнеса. Ага. Если не ошибаюсь, они копировали Фаберже. А с ним поговорить можно? К сожалению, нет. Его убили тогда же, в девяностые. Очень жаль. Очень хороший был человек. И, по-моему, единственный из мужей матери, который к нам с Митькой относился хорошо. Ага. А он даже один раз меня из милиции вытащил. Интересно. За что же вы туда попали? А мы ограбили с ребятами Ларек. Очень чипсов хотелось, а денег ни у кого не было. Угу. Ну, я в тринадцать лет еще той оторвой была. И, кстати, благодаря ему я отучилась на реставратора. Угу. Вот. У меня очень узкая специальность. Я реставрирую только иконы. Подождите. Так, может, это и его фамилия Троицкий? Нет. Его фамилия была Филиппов. Он был очень старенький и курил трубку. А почему вы обо всем об этом спрашиваете? Понимаете. Я думаю, из-за этого ножа убили вашу мать. Угу. А вы знаете, после того, как убили дядю Жени, у мамы оставались какие-то драгоценности, которые она потом продавала и жила на эти деньги. Я это потом узнала. Так вот, недавно умерла сестра дяди Жени. Это… Мужа ювелира. Ага. И мама незадолго до этого у нее была. Я это знаю. Я вот думаю, возможно, она и дядя Женя хранили у сестры какие-то драгоценности и, возможно, этот нож. Потому что мы же не знаем, чем они занимались там на этой фабрике, кроме этих подельных Фаберже. И до сих пор неизвестно, кто убил дядю Женю и как. Вот вы говорите, что нашли этот эскиз в мастерской у… Троицкого. Вы же его найдете? Будем стараться. Да. Да. Минутку. Кто там? Здрасте. Вот пирожки. По супер рецепту. Спасибо. Вы мастерица. Угу. Липа, вы плакали? Что-то случилось? Нет, все нормально. Вам показалось. Я же вижу. У вас красные глаза. Присядьте. Вас кто-то обидел? Чаю хотите? Нет, не надо. У меня там пирожки еще в духовке. Мне надо идти. Подождите. Не уходите. А чем вы тут занимаетесь? О чем книги? Книги? О скифах. Знаете, в них совершенно дикие были обычаи. Например, вот когда скифский царь умирал, вместе с ним в могилу клали не только меч, но еще и коня. Да? Да. Да. И жену. Как жену? Живьем? В могилу? Нет. Не живьем. Подождите. Они их что, убивали? Как правило, жены скифских царей принимали смерть добровольную. Липа. Липа, вы сейчас делаете с собой то же самое. Я не должен это говорить, но я не могу смотреть, как вы себя заживо хороните. Он не достоин вас. Почему вы терпите это? Почему вы не уходите от него? Вы ничего обо мне не знаете, Родион. Давайте не будем. Ну, расскажите лучше о своей работе. Чем вы занимаетесь? Сидите тут целыми днями, как отшельник. Даже гулять не ходите. Вы ученый? В некотором смысле. Не хотите об этом говорить? Не готов пока. Это моя работа, знаете, она очень важна для меня. Если все получится, это изменит мою жизнь. У меня будет все. Я тогда смогу предложить вам нечто большее. Весь мир. Насчет мужа-ювелира пока ничего конкретного. Родственников у него не было, кроме сестры. Да и та месяц назад умерла. А где умерла? В больнице? Дома? В доме престарелых. Сестренке-то уже за восемьдесят было. Я поговорил с персоналом. Ладынина ее навещала. Вот как? Они очень сильно поругались. Сестренка кричала на Ладынину, что та довела ее брата до могилы. И что она ничего не получит. Интересно, что же она не получит-то? Пока не ясно. Но врач сказал, что сестренка в небольшом маразме была. Направо и налево говорила, что брат оставил какие-то драгоценности, что она непомерно богата. Значит, Ладынина больше не приезжала. Почему приезжала? На похороны. Так. Маша ничего не говорила. А что за вещи нашли? Ну так, мелочь всякая. Я посмотрел эти вещи, они все в доме престарелых. Ничего такого нету. Никаких драгоценностей, естественно, нет. Обыкновенные старческие вещички. Значит, никакого намека на нож? Нет никакого. Никакого. Да даже если бы и был, Сереж, рассказать нам об этом некому. Ладынина мертва, и ювелир тоже мертв. Зато теперь могут на том свете поругаться. Единственная зацепка, Сереж, Троицкий. Троицкий. Этот Троицкий к коксу с земли провалился. На работе уже неделю нет. Правда, говорили, что он опаздывал в последнее время, нервно всю неделю ходил. Вот он пропал. Да. Так. Что? Где? Ясно. Спасибо. Из меня причитается. Чего там? Ну вот, Троицкий нашелся. Отлично. Где? В морге. Так. Новенькость. Нож нужен мне сегодня. Понял. Жду, жду. Мама, я хочу с тобой поговорить. До таких матерей, как ты, надо убивать. Он нас надул. Это подделка. Вот, простите ради бога, просто давно на велосипеде вот не ездила. Теперь еще раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Собирайтесь, поедите со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Мы можем провести параллельно расследование. Ты нашел его? Да, сейчас еду за ним в сторону области. Опередили меня, Сереж. Пару часов назад в морг приходил брат, Троицкого. Оплатил все услуги, заказал гроб, забрал все личные вещи и ушел. Погоди, погоди. Я знаю доща Троицкого. У него нет никаких братьев. Но есть одна престарелая тетка, и то в Красноярске живет. Так, досмотрел записи в морге? Досмотрел я, Сереж. Какие записи? Филькина грамота. Нет никаких паспортных данных. Хорошо, хоть фамилию спросили. Фамилия Крузмарк. Так, книгуста. Вот еще. Описание этого родственника. Рост приблизительно 175, худощавый. Волосы темный, шатен, глаза темные. И на пальцах правой руки татуировки. Давай, Серень, надо найти. Крузмарк, Крузмарк. Вещи Троицкого из морга забрал. Попробую выяснить, куда и к кому он ехал. Выясни. Но не затягивай. Нож должен быть у меня до конца недели. Будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Ну, я так и знал, Грузмарко это погоняло. Настоящая фамилия Усков. Ага. Серьезный товарищ. Два раза сидел, а свою карьеру начинал в Солнцевской ОПГ. В 98-м его взяли за кражу картин, а сейчас занимается чёрной работой для никого Артемьева. Дай догадаюсь, Артемьев как-то связан с чёрным антикварным рэмпом. Ну да, судя по всему, криминальный бизнес. Торгует антиквариатом. За руку, конечно, никто не ловил, но в следственном комитете на него целое досье. Ну вот, судя по навигатору, Троицкий сюда и ехал. Да, живописная руина. Пошли посмотрим. Давай. Давай. Это бывшая помещичья усадьба. Нека рассказывала, что в начале девяностых местный авторитет её купил и хотел восстановить. А чего же не восстановил-то? Не успел. Застрелили. Потом из-за этого места хотели сделать пансионат, но тоже всё накрылось. Да, значит, не судьба. Жаль. Красивое было бы место. Кстати, у местных это место считается нехорошим. Почему? Последний владелец этой усадьбы повесился у себя на чердаке. Подожди, ты ж сказал, застрелили. Я говорил о настоящем владелеце, ещё дореволюционном. А-а. В советское время здесь находили трупы бродяг, а потом это место облюбовали какие-то сектанты. Интересно, что Троицкий здесь замыл. Серёга, я его когда последний раз видел, он был крайне молчалив. Макар, это был риторический вопрос. А это, это Тираспольский курган. Он один из самых известных. Красиво. Как в романе. Да. А ведь кто-то рядом с этим древним могильником живёт. Так, а мы же тоже живём, практически на могильнике. Да? Да. В своё время на нём была построена усадьба Успенских Лялиных. А, вы о развалинах за посёлком. Вот, да. Одно время здесь кочевались киевские племена. У современных солнцепоклонников этот курган считается местом силы. Ну, а в девятнадцатом веке там совершались тайные обряды с человеческими жертвоприношениями. Ужас. Последний из рода Успенских Лялиных он увлекался оккультизмом. Вот. И после того, как он покончил с собой, выяснилось, что в усадьбе проходили какие-то тёмные дела. Было громкое уголовное дело. Я нашёл подшивку старых газет за те годы. И там несколько номеров, они посвящены делу кровопускателей. Вы так интересно рассказываете. Мне на секундочку даже страшно стало. Страшно? Это очень хорошо. Почему? То есть я роман пишу, триллер. Будет хорошо, если страшно. А о чём будет ваша книга? Старом языческом кургане, рядом с которым происходит несколько ужасных убийств, похожих на ритуальные. Вот. Вот здесь. Вот здесь написано, как древние жрецы это делали. А про любовь? В вашей книге ничего не будет? Будет. Без любви никак нельзя. Слушаю. Свет, я с переговоров еду. Буду мимо офиса проезжать. Давай заеду. Хочешь кофе попьём? Я не в офисе. А когда будешь? Давай я заеду за тобой после работы. Поужинаем. А потом я тебя отвезу домой. Ну не хочешь сейчас, давай в пятницу. Так я не пойму тебе, что на собеседование забыли сказать, что служебные романы в нашей фирме не поощряют. Я не хочу начинать всё по новой. Мы расстались. Это было правильное решение. Послушай, Свет, я никогда не считал, что это было правильное решение. Ну хорошо, ты сама так решила. Но ведь десять лет прошло, многое изменилось. Давай начнём с нового. Я не хочу ничего начинать сначала, Стас. Ты прав. За десять лет многое изменилось. Жизнь другая, я другая. Понимаешь? Всё, не звони мне больше. Это был Стас. Не важно. Светочка, он тебя по-прежнему любит. Десять лет назад тебя-то совсем не интересовало. Тебя и твою чокнутую подружку Ладынину. Мы тогда всё решили за нас. И сделали всё, чтобы у нас со Стасиком ничего не получилось. Света, я хочу, чтобы ты была счастлива. И тогда хотела. Значит, у тебя извращённое представление о счастье. Давай только вот без слёз. Хорошо. Ты же хочешь, чтоб я начала с чистого листа? Угу. Я пытаюсь. Светочка. Если тебя интересует моё мнение… Я на работу опаздываю. Не ищу налогиную. С сумкой? Я в спортзал записалась. Заеду после работы. Знаешь, в наше время, чтобы начинать новую жизнь, женщина должна быть в очень хорошей форме. Угу. Всё-таки интересно, что же здесь делал Троицкий, а? Может, он был сонспоклонником. Хотя сейчас, кроме нас и крыс, здесь никого нет. А мне кажется, кто-то здесь всё-таки был. Смотри. Если кто и был, то только Иваненко. А это кто такой? Это легендарный, единственный местный бомж. Ника рассказывала, что у матери Иваненко в посёлке был дом. А Иваненко его сто лет назад продал и всё пропил. Вот и бомжует потихонечку. Это в кепочке такой, у магазина видели. Да, он самый. А некий Ермаков пускает этого Иваненко к себе в сарай, когда холодно. Угу. В остальное время Иваненко пускается в соводный полёт. Ночует то там, то здесь. Вот и это место облюбовал. Да, Серёга. Не думаю, что Троицкий приехал сюда для встречи с Иваненко. Он сюда не для встречи с Иваненко приезжал. Потому что Троицкого убили в четверг. А в четверг Иваненко подрабатывал как раз у Ермакова. У него и ночевал. Слушай, давай-ка мы к Ермакову наведаемся. Зачем? Проверьте кое-что надо. Пойдём. Ну, пошли. Ча, погоди! Давай, давай давай! Вон, давай, давай! Давай. Давай, давай сюда. Все. Есть. Лида! Лидочка! Лидочка! Лида! Лидочка! Лидочка, ну ты почему без разрешения не ходишь, а? Пойдем, аккуратно. Пойдем. Будешь? Блегчава, слушай, разговор к тебе есть. Да поговорить-то завсегда можно. Ты здесь всех знаешь? А то, всю жизнь здесь прожил. Про кого говорить будем? Слушай, я антиквариатом интересуюсь. Говорят, в деревне в этой много у кого вещей есть из дома Успенских. Ну вот тот, что разрушен сейчас. Антиквариатом? Знаю я одного чудика пришибленного. Только он того, не местный. Так у него вот этого старья завались. И картины, и книги, и оружие есть. Слушай, так это самое, может мне как-то поговорить? С этим можно чудиком. Устроишь? Устроим. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, Костенька, быстрее, пожалуйста. Давай, беги, родненький. Тихо, тихо, тихо. Костя, Костя. Костя, приезжай. Подожди, родные. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, сейчас все закончится. Сейчас. Стой! Куда пошла? Так, зацепка следователя. Что? Не знаю. Понятно. Так. Посмотри, кто там. Здравствуйте. Нам бы с Родионом поговорить. А Родиона нет. Но вы проходите, подождите его. Чай будете? С удовольствием. Хорошо. Чашки. Сергей. Витя. Макар. Витя. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Чай. А что это вы им так заинтересовались? На беда курил чего? Да нет, пока нет. Так, кое-что уточнить хотели. Сахар? Нет, спасибо. Ну, вообще-то, если честно, мы уже пожалели, что ему комнату сдаем. Выгнать бы его. Да куда ты его выгонишь? Он за аренду еще неделю назад заплатил. За три месяца вперед. И мы, между прочим, на эти деньги теплицу купили. Деньги, если надо, вернем. Вот не нравится он мне. Шатается по поселку с биноклем. Следит, что ли, за кем. В комнате книжек полно про маньяков. И череп есть. Да много ты знаешь. Ой, не слушайте вы его. Родион писатель. Он книгу пишет про скифских жрецов. А у нас тут материал собирает. Да он и мухи не обидит. А ты? Так, говорите, с биноклем ходит? Угу. И по развалинам шатается. Видел я его там. Угу. Я выдам на минутку. Где у вас… Уборная слева. Спасибо. Да не на того вы думаете. Скажите, а Родион… Липа, в погреб сходи. Варенье закончилось. Ну, если у вас ко мне больше вопросов нет, то я, пожалуй, пойду. Хозяйство не ждет, знаете ли. Угу. 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 Ты кто? Боргар! Серега, держись! Серега! Стоять! Ты чего с ума сошел? Нормально? Нормально он мне приложил. Надеюсь, ты номера запомнил? Так что этот бегун никуда не идет от нас. Ух ты! Скорее всего, это и есть наш Крузмарк, который меня в морге опередил. Он, скорее всего, Родион нож искал. Ты как? Нормально. Жить буду. Нам нужно Родиона найти первыми. Посмотри, какие лестницы в доме крутые. Я не понимаю, я вам за что деньги плачу? За то, чтобы каждый вот так вот заходил и уводил ребенка прямо из спальни, да? Так я грузчику помогал. Продукты заносить. Ума не приложу, как она могла вообще мимо просочиться. Еще и Николаич, как назло, на обед отошел. С сегодняшнего дня обеды отменяются. Здравствуйте. Это заведующий коррекционным интернатом номер семьдесят шесть. У нас ЧП. Думаешь, Ермакову сообщат, если Родион появится? На, держи. Спасибо. Осторожно, холодный. Ты понимаешь, Серега, Ермаков злой как черт на Родиона, но вряд ли он будет его выгораживать. Нормально все? Нормально. Хотя, с другой стороны, знаешь, что я думаю? Скорее всего, Родион не объявится. Если он не дурак, он давно уже далеко отсюда и вместе с ножом. Ты думаешь, нож у него? Да сто процентов, Сереж. Он же одержим этим ножом. У него вся комната завалена книгами про скифское золото, про курганы. Смотри, что я нашел. Ты следователь об этом говорил? Угу. Только он сначала слушать ничего не хотел, а потом, слава Богу, одумался. То есть не без на него? Да вроде и нет. Обещал подъехать, все проверить. А там, глядишь, догадается, Родиона в розыск объявить. Угу. Слушай, хотел спросить, а что ты взял, что Родион был на развалинах именно в этом месте? Смотри, что я там нашел. Так зубочистки грызет только Родион Красильников. Так, не у нас навязчиво привычки. Слушай, а может, этот наш писатель немножко свихнулся на почве своего писательства? Вполне. А чего? Обчитался спецлитературой, возомнил себе не Родиону, а скифским жрецом. И стал приносить жертвы. Ладно. Нужно серьезные версии разбирать. Во-первых, нужно понять, куда делать Родион и как он связан с Ладыниной. Корректор А.Кулакова Записаться ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, алло, Света! Какая полиция? Да, да, Светлана Царева, моя дочь, но ее сейчас нет дома. Как? Как задержана? Почему задержана? Сейчас я, сейчас я еду, я… А может, Ладынину и правда из-за ножа убили? Допустим, сын узнал про нож, прикинул, сколько он может стоить, убил старуху, а нож на хранение района оставил. Тищенко, ты бы оставил бы своему заключение при себе. Сын Ладынина ему к нож просто взять, если бы знал, где он лежит. И для этого ему не надо было кого-то убивать. А может, она застала его в момент кражи ножа? Разберемся. Для нас в первую очередь этот нож – возможное орудие убийства, которое, судя по всему, находится у гражданина Красильникова. Разыщем Красильникова, найдем нож, как орудие убийства. А потом уже будем выяснять, кто где и кого застал. Так что давай, объяви в розыск. Красильников Родион Петрович, 1983 года рождения. Держи. Ну что, как у вас там с показаниями? Вы, Макар Андреевич, пока не уезжаете никуда. Вы нам еще понадобитесь. Мне что, тоже подписку писать? Подписку брать не могу, нет основания. Я вас хочу попросить в частном порядке. Вы же сами сказали, что приехали сюда в отпуск. Да, тот еще в отпуск. Ну, мы закончили? Да. Тогда, может, пропуск мне выпишете? Пойду посплю. Макар Андреевич, спасибо вам. Как чувствовал, что из-за этого парня на неприятности нарвемся. Вот не хотел ему комнату сдавать. Все липо. Пусть поживет, да пусть поживет. Пожил. Полный дом ментов. Все перевернули вверх дном. Только уехали. Вот все из-за баб Федя. Так это что, менты из-за старухи Ладыниной приезжали? Нет, блин. Из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. Сходи, Федя. Сходи, обязательно сходи. Следователь тебе пятнадцать суток поедет. Посидишь, может, протрезвеешь. А то, смотрю, заговариваться стал. Давай. Наговариваешь ты на меня, Кузьмич. Недооцениваешь. Грубишь вам. А я, между прочим, многое вижу. Многое слышу. И показать кое-что могу. Что ты мелешь-то, Федя? Что ты показать-то можешь? Тебе-то откуда знать, кто старуху порешил? Мне, может, даже и награду правительственную дадут. За что? Да как за что? За то, что я невиновного Митьку, то есть, от тюрьмы спас. У меня и доказательства есть. Какие? Приехали. Угу. Света, я уговорила начальницу не писать заявление и не возбуждать дед. Ты же все-таки мать. Какое же это похищение? Светочка, ну как ты могла? Это же все-таки преступление. Света! Света, ты меня слышишь? Ну ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Мам, я очень устала. Пойдем домой. Пойдем домой. Макар, добрый вечер. Здрасте. А я, а я здесь вас караулю. Зачем? Ника сказала, что вы уехали к следователю, а я хотела узнать, как продвигается расследование. Может, пойдемте в дом, я вас чаем напою, а вы мне все расскажете? Пойдемте. 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 Спокойно. Пойдемте. Простите. Я вас разбудила. Ничего, я не спал. Мне просто снова показалось, что там… А это оказалось всего лишь окно. А почему шепотом? Не знаю. Наверное, потому что мне страшно. Пойдемте. Ну, как она? Очень много крови потеряла. Будем надеяться, что все будет хорошо. Александра Сергеевна, у вас всегда такая помощь в скорой? Уже сейчас ждем. Позвоните им еще раз. Или давайте я позвоню. Пожалуйста. Нам в скорую нельзя. Что? Свете, в скорую нельзя. Вы что, им не звонили? Я ничего не понимаю. Свете. Почему ты просто не дала мне умереть? Уйти. И видеть тебя не могу. Ты знаешь, мне кажется, что я маму никогда по-настоящему не любила. Ее никто не любил. Может, поэтому она и была такой злобной? От нелюбви? Послушай, ну ты же не виновата, что она вас бросила. Это же был ее выбор. Ну, она же хотела как лучше. Все эти ее женихи, ухажеры. Мы с Митькой были для нее обузой. С двумя детьми особо не разгуляешься. Все, Маша, успокойся. Все случилось, как должно было случиться. Ничего же не изменишь. Слушай, а они что-нибудь нашли? Ну, полиция там. Улики. Это называется вещдоки. Ну, вещдоки. Ну, у них там есть что-нибудь серьезное? Нужно шли? У-у-у. Я думаю, он у Родиона. Александра Сергеевна, вам нехорошо? Может быть, скорую? Ну, Сереженька, не волнуйтесь, все нормально. У меня аритмия, она у меня с юности. Так что я уже не замечаю. Александра Сергеевна, вы говорили, что ваша дочь уже пыталась покончить с собой. Да. Понимаете, если я сейчас вызову скорую, то врач скорой должен сразу же вызвать психиатра. Свету положат в психиатрическую больницу. Свете нельзя в больницу. Она там уже была. После первой попытки суицита. Нет, вы… Она абсолютно здорова, абсолютно. Просто у нас ребенок. А с таким ребенком у всякого мужа случится срыв и… Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Мама, знаете, что это такое? Он может кричать, биться головой об стенку. Вы никогда не поймете, что он хочет. Он никогда не обнимет вас, никогда не поцелует. Знаете, что это такое? Думаю, тяжело. Да. Очень. А Света тащит это все на себе. Его работу, всю. А кто отец ребенка? Отец мой внук и подонок. Он бросил Свету, когда она была беременна. А Светочка решила выносить ребеночка родить. Если бы вы только знали. Успокойтесь, успокойтесь. Сереженька, вы знаете, говорят, что в Израиле есть какая-то больница, какие-то клиники. Можно там отдать мальчика на реабилитацию. Но у нас нет этих денег, нет. Успокойтесь, Александра Сергеевна. Скажите, а где сейчас ваш внук? Ну, как она? Света спит. Ну и получше уже. Получше. Получше. Знаете, я настоятельно рекомендую вызвать скорую помощь. Потому что это не шутки. Может случиться все что угодно. Туда могла попасть инфекция. Вы сами понимаете, что ей нужна медицинская помощь? Угу. Как ты думаешь, со Светой все будет в порядке? Что-то я переживаю за нее. Не знаю. Я так и не понял, где ее ребенок сейчас? Привет. Ух ты! Привет. Доброе утро. Я смотрю, ты всю ночь в засаде сидел? Слушайте, Маша была просто неспокойна. Она попросила, чтобы я остался. Успокоил? Сереж! А куда ты пошел? У нас вон яичница остывает. Макар! Слушай, а Маша, что это за человек? Прекрасная, добрая девушка. Отзывчивая, веселая. Искусствоведческий факультет в свое время закончила. Долго время реставратором работала. Брата своего Митьку очень любит. На. А подожди. А чего это ты интересуешься? Ее тоже, что ли, подозреваешь? Пока нет. Сереж! Но за Макара уже беспокоюсь. А чего за него переживать? Взрослый, здоровый мужик. Имеет право на свою личную жизнь. Право-то есть. А вот личной жизни нет. Особенно после Нади. Так сильно обидела его. Макара ее любил. Она его использовала, чтобы спасти своего любовника. Ужас какой. Если с Машей будет подобная история… Да ну, перестань. Слушай, Сереж, я Машу с детства знаю. Мы выросли вместе. Она прекрасный, добрый, отзывчивый человек. Мама, да, сумасшедшая была. На всю голову. Маша не в нее. Я понял. Да она всю жизнь на себе семью тянет. Сереж, хватит. Это невозможно просто. Ты обвиняешь, не зная человека вообще. Ну все-все-все-все. Чего ты кричишь-то? Макаров слышит. Все-все, спокойно. Я не кричу. Я понял. Маша хорошая. Все, я понял. Да нельзя. Меня это просто раздражает. Все, успокойся. В каждом видишь, в каждом видишь, я не знаю, врага. Да я понял. Маша хорошая. Я не знаю, что смеется. И не знаю. Нет, это не знаю. Я не знаю, что это мало. Я не знаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это не Света. Стас, это Александра Сергеевна, если вы мне еще помните. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы к нам подъехать? Свете нужна ваша помощь. Нет, это не телефонный разговор, нет. А, да. Хорошо, спасибо. Приезжайте, спасибо. Я тебя еще раз спрашиваю, ты зачем приехал? Мы, по-моему, с тобой уже все обсудили. Я тебя хотел видеть. Я заехал в офис, мне сказали, что ты заболела. Ну вот, приехал навестить. Навестил? Можешь ехать обратно. Светочка, ну что ты ей-богу. Стас, а почему вы чай не пьете? Мам, пусть она едет. Извините. Света, ну что ты, ну нельзя же так. Ну почему надо себя так вести? Ну оставьте меня все в покое. Света, ну в конце концов, это неприлично. А, да, одну минуточку. Одну минуточку, я вам сейчас помогу. Дело в том, что у нас есть соседский мальчик, он к нам приходит и вот это вот рисует. Хватит врать. Стас, это рисунки моего сына. У тебя есть сын? Да, у меня есть сын. Зовут Костя, ему семь лет и он инвалид. Именно поэтому я не хочу возобновлять наши отношения. Мне не нужны сейчас никакие отношения. Мне вообще это не нужно в жизни. Свет, только из-за этого? Ты что, серьезно? А что у тебя с рукой? Ну-ка, Дарьев. Уезжай. Да, ну и ночка выдалась. Просто варфоломеевская. Если бы на получаса опоздали, еще бы один гроб заказывали. Да уж. Странная эта света. С виду вроде нормальная. На психопатку не похоже. Сереж, в этой деревне шкала нормальности немножко другая. Ты видел, как здесь все пышут в душевном здоровье? Чего одна читая Ермакова стоит с их постояльцем Родионом? Что не семья, а то кладец скелетов в шкафах. Ну, я смотрю, Маше повезло-то больше всего на свете. Она для тебя кристально чистая. Верно? Подожди. А я что, в чем ты ее должен подозревать? Ну, как в классическом детективе. Преступник — это тот персонаж, которого подозревают меньше всего на свете. Так? Так, к чему это ты? Как к чему? Ну, ты сам рассказывал, что Маша училась на реставратора. Так. А не думал, что нож может принадлежать именно ей. Сереж, знаешь, что я думал? Что иконограф, и мастер по восстановлению ювелирки металла — это совсем разные вещи. Ося! Остин! Крепче держать надо. Остин! Ося! 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 Что? Труп. Так. Чисто сработано. Чисто сработано. Характерная рана. Крою почти нет. Я думаю, что нанесен прямой удар в сердце между пятым и шестым репром. А чё вы так уверены? Приходилось уже такое видеть. Прямое сердце между пятым и шестым? Так на зоне убивают, если не путаю. Чисто и тихо. Обычно заточкой. Выносите. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием шириной 54-55 миллиметров, прямым ударом между пятым и шестым рёбрами. Ранее обнаружены микрочестиции золота. Тоже орудие, что и у Ладыниной. Ранееалист. Девушки отдыхают В старухе Ладыниной приезжали? Нет, блин, из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. Света, с вами все в порядке. Сережа! Она абсолютно здорова, абсолютно. Просто у нас ребенок. Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Вот заключение эксперта. Орудие убийства тоже, что и в случае с Ладыниной. Скифский нож. Если помнишь, Иванинку убили особым ударом, так убивают на зоне. Так вот, нам кажется, что, скорее всего, убийца как раз сидел. Что там давай, ребят? Нарыли что-нибудь на месте преступления? Да ни черта они не нашли. Ни следов, ни отпечатков, ни окурков, ни жвачки. Ничего. Вот так-то. Да. Тогда вот, держи. Я думаю, это вам поможет. Информация на гражданина Ускова. Кстати, он копался в комнате Ордиона, так что, скорее всего, он имеет отношение к этой истории со скифским ножом. Плюс к нам он сидел. Ускова, я, конечно, в розыск объявлю. Только он, скорее всего, на дно залег. Поищем. А вот, найдем ли? Я бы на твоем месте съездил к одной приятной пожилой даме. Макар Андреевич, ну вы издеваетесь, что ли? У меня два убийства. Орудие пропало. И подозреваемый в бегах. А вы тут загадками говорите. Посмотри, пожалуйста, где Ускова взяли во второй раз, когда ему впаяли в реальный срок. Был задержан в квартире матери Ускова, Надежды Тихоновны. И что? И что он там делал? Гражданка Ускова показала, что сын пришел поздравить ее с днем рождения. О картине Свиридова она ничего не знала. А еще Сергей уточнил, что гражданин Усков очень трепетно относится к своей маме. И ни разу не пропустил ее дне рождения. А день рождения у нее когда? Завтра. Молодец. Если бы вы только знали, как я благодарна, что вы приехали. Я так рада вас видеть. Александра Сергеевна, я приехал ради Света, не для того, чтобы сделать вам приятное. Если бы десять лет назад вы были мне так рады. Я же прекрасно помню. Свет, зачем он тебе нужен? Он тебе не пара. Он же гол, как сокол. Я очень виновата перед вами. Ладно, дело прошлое. Что со Светой? Я пытался с ней поговорить, но она, она молчит, даже в глаза не смотрит. Велела мне не приезжать. Мы совершили ужасную ошибку, Стас. И Света теперь во всем винит себя. Так, давайте, короче, Александра Сергеевна, что случилось? Света отдала Костика в интернат, для того, чтобы он прошел курс реабилитации. Мы ничего не знали. Нам дали какие-то бумаги подписать, сказали, что, мол, это, это только так, это про форума для того, чтобы Костика туда взяли. Света подписала. А потом оказалось, что нас обманули. Подождите, я ничего не понял. Значит, Света отдала Костю в интернат, чтобы он прошел курс реабилитации, так? А вас обманули. Лечение ребенок не получил, правильно? Правильно. Нет, все гораздо сложнее. Эти бумаги, понимаете? Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчика. Они не дают даже видеться с ним. А она хотела выкрасть его, ничего не получилось. Так. Значит так, первое. Ни в коем случае Свету одну не оставлять. Ни в коем случае. Второе, Костю я вытащу. Но мне нужно знать детали этого дела. Ну, как же вы… Ну, вот так, очень просто. Это моя забота. Чья это была идея с интернатом? Следователь из района приехал. Два часа терзал. Когда с Иваненко последний раз виделись. О чем говорили, что выпивали. Достал. Что ты ему сказал? Сказал, в четверг виделись. По хозяйству он нам помогал. Ты должна будешь что за самое сказать. Поняла? Витья, но Витья, но Витья… Не Витья! Наш дело — сторона. Ничего не знаем, ничего не видели. Незачем кому-то знать, что Иваненко вчера заходил. Это ведь сокрытие информации. Статья. Статья. Это убийство. Все остальное — баловство. А вот если с болтнем чего лишнего, того и гляди дело пришьют. Хочешь, чтоб на меня все повесили? Ну, что на тебя вешать-то? Ты ведь его не трогал? Нет. Биография у меня такая, что всех собак повесить можно. Салатик подай. А мне кажется, или у меня жена такая очень красивая? Витя, милый, не надо! Не сейчас! Витя! Ну, мне надо уходить! Витя! Куда это ты так спешишь? В церковь. Службу хочу заказать. Иваненко хоть и был беспутным человеком, но все же живая душа. Я недолго. Андрюха. Здорово, друг. Добрый-добрый-добрый. Я по делу. Мне паспорта чистые нужны. Мне и супруге. Да, срочно. Да я доплачу за срочное. Привезти. Привезти в аэропорт. Вместе с билетами. Адрес записал? Танкостроители 18, квартира 94. Вызывай группу. Блокируй все подходы. Ждать появления ускорова. Брать будем по-тихому. Предупреди всех, преступник может оказать сопротивление при задержании. Ага. Вы расскажете, улица Танкостроителей, дом 18, это здесь? Да, здесь. Стоять. Гражданин Усков, вы задержаны. Стоять! Стрелять буду! Стоять! Ты как? Потихоньку не получилось. Родион, у меня очень мало времени. Вы что, боитесь меня? Думаете, это я убил Владынину? Я не знаю. Иваненко тоже убили. Ну, а если вы мне не верите, вы зачем пришли? Позвонили бы в полицию. Я очень хочу вам верить, поэтому и пришла. Вот. Вот ваши записи. Я их взяла из стола и сохранила у себя. Это, это все, чем я жил последний год. Клянусь вам этой книгой, я не убивал никого. Вы верите мне? Если нет, то все бессмысленно. Верю. Я вам верю. Нас может кто-нибудь увидеть. Муж не должен узнать. А иначе он нас просто убьет. Липа, потерпите немного. Скоро все кончится. Вы уйдете от мужа. Вы же уйдете от него. Нас многое связывает. Прошлое, оно… Не думайте об этом. Главное – будущее. У меня просьба к вам. Пожалуйста, оставьте у себя пока эти записи. Вы их сохраните лучше, чем я сейчас в этих условиях. Хорошо. Я их обязательно сберегу для вас. Ну, это единственное, что я могу пообещать. А сейчас мне пора. Давай. Чаёчек решила травяной заварить мне? Ух, прекрасно. Тот сам, что ли? Да, тот сам. Пусть-ка много кофе пьешь. Спасибо. Пожалуйста. Ну, ну, ты куда ты? Слушай, скажи, пожалуйста, почему ты так Маше не доверяешь? Почему доверяю? Просто опасаюсь. Ты считаешь, что она может разбить Макару сердце? Мне кажется, что у меня есть какая-то чертовщинка. Может, тебе просто шатанки не нравятся? Мне просто больше нравятся блондинки. Да? Ты что? Как интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, ничего себе. Черт, ты попробуй. Нет, я не пью травяный чай. Что, совсем все плохо, да? Совсем плохо. Не-не-не, я не буду. Я лучше печеньку. Нет. О, я смотрю вовремя. Привет. Нали чайку, Макару. Я кусь травяной. Давай. Твоя мама прислала лечебный сбор. Ага. Говорит, выводит из организма токсины и шлаки. Ну? Велела пить вечером и утром. Ну, обещала полную нирвану и после недели употребления. Давай-давай, попробуй. Сейчас и очистимся. Что за адская смесь, а? Давай-ка лучше традиционно кофе. Угу, я уже поняла. Ну ладно, пойду заварю кофе. Давай. Да, мама. Давай, рассказывай, что наездил-то. В общем, пообщался я с друзьями Красильникова. Не сказать, что у него их много, но все отзываются о нем, как о человеке с большими странностями. Давай, удиви меня. Вот слушай, завалил однажды экзамен по сравнительному литературному анализу. Ну, и в качестве возмездия своему преподавателю прямо в портфель дохлую ворону подкинул. Да он, оказывается, еще и мстительный. Да уж. Подходящий штришок к портрету. А еще история. Как-то познакомился с патологоанатомом. Настолько тесно, что стал ходить на все вскрытия. Потом еще перед девчонками хвастался. Но те, видимо, не оценили. Да, это, конечно, все мило, но это не поможет нам понять, где Родион скрывается, как его найти. Да, вот ребята Калинина тоже с толком сбились, пока результатов ноль. Чего делать будем? Ну, кофейку попьем, а там решим. Давай. Теперь Митю отпустят? Думаю, вряд ли. Ну, почему ты же сказал, что Иваненко убили тем же ножом, что и мама? Значит, это убил один и тот же человек. Понимаешь, почерк не совпадает. Я думаю, что это сделал кто-то другой. И, скорее всего, Усков, который охотится за этим ножом. Это тот, который на тебя набросился? Да. Надеюсь, его поймают и в деле появится хоть какая-то ясность. Ну, ты же не расскажешь, когда станет все ясно? Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка. И должна быть в курсе всех событий. Угу. Да. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя, Боже. Угу. У вас же это не первый опыт, гражданин Усков. Сами все знаете насчет добровольного признания. Знаю, они учитываются при вынесении приговора и могут облегчить участь обвиняемого. Только у вас на меня ничего нет. Тогда что вы делали в комнате Родиона Красильниковой? Почему сбежали при появлении гражданина Илюшина? Свидетели показали, что вы расспрашивали Иваненко о Красильникове у магазина. Иваненко? Че-то я не помню такого. Нет. Я сейчас напомню. Вот это вот, Иваненко. Его тело было найдено в развалинах. Причина смерти – ножевое ранение в области сердца. Так что давайте, напрягите память и отвечайте на поставленные вопросы. Да на какие вопросы, гражданин следователь? Что вы делали в комнате у Красильникова? Поговорить с ним хотел. О чем? Допустим, я узнал, что этот Красильников ухлестывает за моей женщиной. Хотел выяснить ситуацию. Да. Там полковник из УБПа в приемной. И что? У него постановление. Ускова у нас забирают. Плохо. Ладно, будем думать. Все равно спасибо, что сообщил. Давай. Что? Ускова задержали. Только все без толку. У него есть тялиби на момент убийства. А нож нашли? Ножа при нем нет. При обыске ни в квартире, ни в машине. Тоже ничего не нашли. Послушай, Маша, я понимаю, что я тебя уже спрашивал. Но тебе точно незнакомы фамилии Артемьев? Троицкий? Может быть, мама что-то говорила? Точно нет. Ну ты же спрашивал. Ну зачем ты опять это делаешь? Понимаешь, Артемьев – криминальный торговец антиквариатом и ювелирными изделиями. Усков на него работает. Троицкий их эксперт. И мы нашли эскизы ножа у него в мастерской. Может быть, Артемьев отдал этот нож ему на реставрацию. А как он тогда оказался у нас в поселке? Вот это не нужно выяснить. Так. Машину Троицкого видели возле вашего дома. Погоди. Ты же мне говорила, ты тоже реставратор. Может быть, он к тебе приезжал, а? Не может. Я не занимаюсь металлами. Моя специализация – это иконы, понимаешь? Ну, хочешь, я тебе диплом покажу? Там написано. Ладно, не надо. Действительно, тебе этот нож зачем? Может, Троицкий и Усков заодно? Маш, не копай. Я когда разберусь, тебе все первое обо всем расскажу. Хорошо. Молчу. Может, в дом пойдем? Холодно. Пойдем. Так, ну что, давай действовать логически. Как говорится, самые простые построения, как всегда, самые правильные. Принцип действия – бритва Акама. Давай ближе к делу. Товарищ Иваненко был убит человеком, который явно сидел в тюрьме. Усков не убивал. Единственный, с кем Иваненко общался – это Ермаков. Так, оптимизируй. Алиби может подтвердить только жена. А муж и жена, как говорится? Да, Сереж. Ты руки Ермакова видел? Ты имеешь в виду его наколки? Да. Я думаю, что они сделаны на зоне. Потом он, конечно, хотел их перебить, но перебил плохо, потому что первоначальный рисунок виден. Ну что ж, чувствую, что пора познакомиться поближе с этим гражданином Ермаковым. А ты тут не скучай без меня. Приложу все усилия. Ираклий, поверь мне на слово, вещь действительно стоящая. Да ты ее потом в три раза дороже отдал. Решай сейчас, Ираклий. Нам валить нужно. Все, давай. Жду звонка. Веси собрала? Какие вещи? Самые необходимые на первое время. Выезжаем мы. Давай, давай, давай. Быстрее. В темпе. Время – деньги. Нам к семи часам в аэропорт нужно еще. Как к семи? Сегодня? Нет, Брин. На Новый год. Поторопись, Липа. Давай, давай. В темпе. Зачем, Витя? Ведь жили как люди. Как люди жили? Да ты посмотри вокруг, как мы жили. Как нищеброды мы жили. Так. А теперь, теперь заживем, как люди. Считай, что это мое выходное пособие. Пенсионный фонд, так сказать. На домик в Испании хватит, а там… Так, ладно. Да и все. Все, давай, 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 Липа. Ты же мне обещал. Ты же мне слово дал, что больше никогда. Сволочь! А-а-а! Еще раз ты на меня руку подымешь. Я тебя закопаю, тварь. Поняла меня? Я не слышу. Поняла меня? Поняла. Вещи собирай. Слушай, это невероятно. Он целый день с телефоновыми расстается. Он, по-моему, прирос уже к нему. Работает человек. Работает. Звонит, 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 звонит. Ну что, наша парочка оказалась большим криминальным прошлым. У кого это криминальное прошлое? У Ермаковых. У Липы с Виктором? Да. А у Виктора, кстати, фамилия не настоящая. Настоящая не Лидов. Видно, переделал документы, чтобы скрыть свое прошлое. Ух ты! Поэтому Калинин на него ничего найти не мог? Именно. Мои ребята тоже ничего не нашли. Пока фотографию по басине пробили. О, как. Работал с женой. Липа была наводчицей. Он исполнял. Грабили квартиры, брали драгоценности, антиквариат. А потом он был осужден за убийство и грабеж на десять лет. Вышел по УДО за примерное поведение. Кстати, свою жертву он заколол ножом прямым ударом в сердце. Боже, ужас какой. Ой. Слушай, это невероятно. Так вот живут люди, да? Нормальные, тихие. Так с виду не подумаешь никогда. Черти, Ника, как раз водится в тихом омоте. Ее пшеничные волосы были раскиданы по плечам, грудь вздымалась. И как ни пытался, он не мог понять, что делает эта роскошная, утонченная женщина рядом со своим злобным мужем-недомерком. Это писаки твоего, что ли? А муж? Не, там я рак выходит. Я? Да. Вот, значит, почему ты со мной ехать не хочешь. Сбежать с ним захотела. С этим чахоточным. Витя, Витенька. Что Витенька? Успокойся, прошу тебя. Это просто записи. Он просто… Он попросил их подержать у себя какое-то время. Это все… Сюда иди! Это просто… Витя! Сюда иди! Это просто книга! Он попросил подержать! Попросил подержать? Выросил! Витя! Витенька! Иди, хватит мне лапшу на уши вешать! Сказки тут рассказываешь! Хочешь к нему? Иди к нему. Только не забудь ему рассказать о своем бурном прошлом. И о том, как я снял тебя с панели. И о том, как отмазал от твоего сутенера. И еще не забудь рассказать, как ты потом меня на богатые хаты наводила. Не забудь рассказать. Хватит выть! Запомни, раз и навсегда, никому ты, кроме меня, не нужна. Со мной тебе жить, со мной и умрешь. Вещи собирай, чтоб через пять минут в машине сидела. Нет, я допускаю, Ермаков мог убить Иваненко и мог следы замести так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж, это как с алкоголиками. Бывших не бывает. Был в завязке, да слетел с резьбы. Да, но для этого нужен повод. А скифский нож? Здесь без него не обошлось. Чем тебе не повод? Так, потом. Пошли. Ну что, пошли. Хозяева! Вы дома? Виктор Кузьмич! Липа! Макар! Ух ты! Ушел наш подозреваемый. Судя по всему, в спешном порядке. Чай заварили минут двадцать назад. Так, до трассы по грунтовке минут пятнадцать езды. Если после дождя дорогу размыло, еще можем успеть. Погоди. Ты смотри. Ну что там? Родион Красильников. Так, все, поехали, поехали. Это ты Лешу Иваненко убил? Тебе-то какая разница? Меньше знаешь, крепче спишь. Мне надо знать правду, Витя! Ты! Ты же клялся мне! Клялся, что завязал! Теперь завязал! Сейчас товар скину. Соберу деньги, документы и махнем за кордон. Начнем новую жизнь. Разве ты не этого хотела? Черт! Кто ж у нас там на хвосте-то сидит? Ну ладно. Давай, погоняемся. Давай, Серега, гони, Серега. Да не говори ты под руку, Макар. Давай, давай, давай! Давай активнее! Ну что, голубчики, никуда вы не денетесь. От меня еще никто не уходил, Макар. Не надо, Витя. Остановись! Я прошу тебя, не надо! Заклопнись! Не лезь под руку! Так просто они меня не возьмут! Достали они меня! Тихо, тихо, тихо. Все нормально. Спокойно, убери пушку. Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Нечем нам с вами говорить! Видишь, мы без оружия. Спокойно. Светлана Царев добровольно отказалась от родительских прав, и никаких денег я от нее не получала. Эти ваши вот мифические триста тысяч, вы никогда это не докажете. Возможно, но я докажу кое-что другое. В прошлом году двенадцать детей одновременно получили пищевое отравление. Проверка была, у нас все нормально. Будет еще одна, более детальная, которая выявит, что фирма, у которой вы закупаете продукты, принадлежит вашей дочери. Так? Так. И четыре миллиона бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детской площадки. Где они? Два домика и одна горка. Зато на стоянке рядом стоит новый внедорожник. Ваш? Ваш. Ваш. Хороший. Ну… И чего вы хотите-то? Я хочу, чтобы Светлана Царева была восстановлена в родительских правах, и чтобы Костя как можно скорее оказался дома с мамой. В противном случае я пойду в прокуратуру, я подниму все свои связи, и вы сядете. Сядете, сядете. Не верите? Мне досконально известна ваша афера с Ладыниной. Триста тысяч поделили? Поделили. Не хотите по-хорошему, ладно? Ну ладно, ладно. Дала она мне ровно половину. Но она меня сама уверяла в том, что Светлана не может дать ребенку полноценный уход. Что она психически ненормальна, нестабильна. Я… Я согласна. Сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Ну… Восстановить в родительских правах так быстро не получится. Ничего, мы подождем. Но недолго. Когда надумаете вернуть Костю, позвоните. Всего хорошего. Ты зачем приехал? Тебя повидать. Новостями поделиться. Поешь пирога. Я не хочу есть. Не хочу видеть тебя. Мне неинтересны твои новости. Может, послушаешь сначала? Нет, Стас. Давай не будем делать вид, что мы с тобой старые друзья. Не прикидывайся. Я был в интернате. Я тоже была там. И не раз. Ничего сделать нельзя. Я разговаривал с заведующей. Она пообещала помочь с возвращением родительских прав. Это невозможно. Процедура, конечно, долгая. Но Костю забрать из детдома можно будет уже через неделю. Подожди. В прошлый раз она меня сдала в полицию. А меня не сдала. Наверное, просто я был более убедительным. Поедем, сама увидишь. Ну, поешь пирога. Поешь. Ты знаешь, вот что не отнять у твоей матери, готовит она. Потрясающе. В ваших же интересах рассказать все, как было на самом деле. Вы же понимаете, что с таким прошлым с вами церемониться не будут. Повесят оба убийства. И обеспеченная старость гарантированно. Молчанка ни к чему не приведет. Вот этот нож был найден в вашей дорожной сумке. Думаю, экспертиза подтвердит, что нож является орудием убийства. Точнее, двух. Ладынин и Иваненко. Ладно. Я расскажу, как все есть. Только, майор, за откровенность с тебя оформление явки с повинной. Договорились? Договорились. Оформлю. Рассказывай. Иваненко я убил. Он, дурак, похвалиться решил передо мной. Медаль ему захотелось. Алкашу подзаборному. Ермаков, вы можете говорить человеческим языком? Не первый раз показания даете. По порядку. С датами. Хорошо. Человеческим, так человеческим. С Алексеем Иваненко мы договорились встретиться девятнадцатого числа. Он уверял меня, что нашел нож, которым убили Ладынину, в лесу. Я по-хорошему хотел дело решить. Продали бы нож. Деньги-то большие. Поделили бы их. Да и… Орудие убийства. Там полиции к награде приставят. Дай-ка посмотреть. Уперся он, как баран. Э, посмотрел и хватит. Давай вертай назад. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай вертай. Сейчас. Э! Держи. В общем, в полицию он хотел нож сдать. А я о будущем нашем думал. Хоть сейчас по-человечески пожили бы. Да нет у нас с тобой будущего, Витя. Не умеешь ты жить по-человечески. И уже не научишься никогда. Я могу идти? Завтра днем сможете подъехать, показания дать? Да. Тогда сейчас вы свободны, а завтра трем. Я вас жду. Липа. Отведите ее. Липа. Липа, подожди! Стой, спокойно. Стоять! Посади его. Сядь. Десять лет вместе. И не посмотрел. Ну все, успокоился. Можно продолжать? Можно, можно, начальник. Можно. Иди. Рассказывайте об обстоятельствах убийства Ладыниной. А я, начальник, за чужое преступление сидеть не собираюсь. Не трогал я Ладынину. А как с Иваненко было, я уже все рассказал. Значит, Иваненко нашел нож и платок в лесу. Сказать то он сказал. А как на самом деле было, я не знаю. Ты сыскай, ты ищи. Водички можно попить? Можно. Макар! Макар! Мой фирменный кофе готов. Ты куда? Я скоро. Илюша! Ну, в общем-то, так бы сразу и сказал. Нормальный кофе? Ты меня напугал. Я думаю, кто вошел? А оказывается, кто-то вломился без спроса. Что, соскучился? Я соскучилась. Быстрым движением темноволосая красотка схватила тускло блестевший нож и вонзила его в грудь своей матери. Старуха захрипела и осела на пол. Вести сняла с головы китайский шелковый платок, нежный, как предрассветные облака, и бережно завернула в него кровавленный скифский нож. Ничего не напоминает? Напоминает. Дешевый романчик. Темноволосая красотка. Этот платок я видел на тебе, когда чуть не избил на велосипеде. Про нож и старуху, надеюсь, ничего объяснять не нужно? Нужно. Потому что я вообще ничего не понимаю. Причем здесь я? Это записки твоего соседа Родиона Красильникова. Очень занимательное чтение, как оказалось. И, похоже, он видел, как ты убил свою мать. Что? Ты про этот платок? Я привезла два платка из Китая себе и маме. Маме платок не понравился, она его кому-то подарила. А вот это диплом. Ты еще вчера хотел проверить. Давай. Послушай, Маша, ты пойми, слишком много совпадений. Я должен был проверить. А Родиона ты не хочешь проверить? Мне кажется, он следил за нашим домом. Может, он маму убил? Может, нужно было у него сначала нож проверить? Послушай, нож уже нашли. Он у Калинина. Маш, послушай, я правда должен был все проверить. Проверил? Выметайся. Маш, это моя работа. Я разрабатывал все версии. Значит, ты меня разрабатывал. А я это дурой думала. Илюшин, ты уволен. Убирайся к черту. Маш. Да, много чего Родион написал. И самое удивительное, подозрительная осведомленность детали. Если сделать поправку на держимость гражданина Красильникова с кивским ножом, возможно, убийца именно он. Убийца? Или свидетель? Какая разница? Где вот он сейчас? В поселке давно не появлялся. Никто его не видел. Где его искать? Проходите. Садитесь. Вот сейчас мы это и узнаем. Что узнаете? Липа Ильинична, вам известно, где сейчас находится ваш жилец Родион Красильников? Мы подозреваем его в совершении тяжкого преступления. Убийство Ладыниной. Он этого не делал. Он не мог. Я точно знаю. Тогда мы с ним побеседуем и снимем с него все подозрения. Вы знаете его адрес? Я не знаю. Телефон. Не знаю. Гражданин Красильников не оставлял мне никаких контактов. Подожди. Дай мне пару минут, а? Ну ладно. Попробуй сам. Липа Ильинична, вы так самоотверженно защищаете Родиона. Он ведь вам дорог. Так? Тогда я прошу вас, помогите его найти. Чем больше он будет скрываться, тем сильнее его будут подозревать. И если он не виновен, мы обязательно это докажем. Повесите на него убийство. И думать нечего. А кто настоящего убийцу искать будет? Я. Я буду искать до самого последнего конца, пока не найду. И я вам обещаю. Или вы хотите, чтобы Родион всю жизнь был в бегах, и вы его ждали? Ну разве такое будущее вы себе видите? Так. Адрес, по которому Родион получает почту, у нас есть. Отлично. Значит, скрывается по этому адресу или где-то рядом. Подожди. Портфель забыл. Калинин. Алло, Маш. Привет. Привет. Слушай, у нас есть адрес Родиона. Сейчас со следователем. Едем к нему. Ты думаешь, это он убил? Не знаю. Скоро все прояснится. Я тебе все расскажу, когда вернемся. Маш, послушай, ты меня прости, что… Я подозревал тебя. В общем, я был не прав. Да перестань, ты не должен оправдываться. Это я виновата, Соня. Лада, все, мне пора. Я вечером к тебе зайду, хорошо? Ладно, заезжай. Я заглажу свою вину. Только будь осторожен, хорошо? Ну что, поехали? Поехали. Это, кстати, многое объясняет. Так что я не удивлен. Маловероятно, что мы тут найдем Красильникова. Да и адрес этот дан для отвода глаз. Что ты думаешь, он обманул даму сердца? Или дама сердца обманула нас? Пошли, проверим. Давай, давай, Ось. Добрый день. Здравствуйте. А Макар дома? Так он по делам уехал. А у вас что-то срочное? Нет, ничего срочного. Мы просто повздорили немножко с утра. Я хотела извиниться. А вы вечером сегодня на ужин приходите. Вот будет повод извиниться. Как раз свое извинение передадите личные уроки. Я вечером, к сожалению, не могу. У меня срочные дела. А откладывать не хотелось. Передадите. Ну, давайте. А, Маш, а это… А это цветок. Ему понравится. Пошли, Ося. Извинения передавать. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы следователь Калинин? Он отъехал. Могу вам чем-то помочь? А… А вы… Сержант Кищенко, вот здесь с делом помогаю просто. А это дело Владыниной? А как вы узнали? Я ее дочь. Примите мои соболезнования. Хотите присесть? Спасибо. Вы очень любезны. Я даже как-то не ожидала. Вы только не поймите меня неправильно, но здесь, в полиции, сложно встретить действительно воспитанного человека. Зря вы так говорите. Следователь Калинин — очень воспитанный человек. Да, но в нем нет вашей деликатности и понимания. Это не каждому дано. Вы знаете, я приехала ознакомиться с делом, но раз его нет, я, наверное, пойду. Что вы, подождите, Калинин скоро вернется. Буквально через полчаса. А пока, если хотите, вы можете ознакомиться с делом. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Знаете, я вот сразу поняла, что вы, вы очень хороший человек. Женщины это чувствуют. Извините, мне нужно работать. Да, конечно. Простите, а это тот самый нож? Да, отправляем на экспертизу. Хотите посмотреть? Подождите. Да, пожалуйста. Вот. Нож, которым убили мою маму. Что с вами? Ой, простите. Вам плохо? Ой, да. Сейчас. Подождите, я воды принесу. Ну что, подведем итоги. Среди сотрудников Красильников не числится. Никто его не знает. Да, среди пациентов не значится то же. И никто из родственников у него здесь не лежит. Последняя надежда оборвалась. Ладно, по домам. Объявляю Красильникову розыск. Да, да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли. Ладно. Что случилось? Да эксперт звонил. Птиченко сегодня днем на экспертизу нож отправил. Скифский. Так, и что экспертиза? А то, что ножом этим не убивали. Это поделка. И кровь на ноже краска. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Деньги должны быть утром. Номер счета у вас есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчике. Стоять! Стрелять буду! Все, давай, 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 Липа! Ты же мне слово дал, что больше никогда! Сволочь! Нет, я допускаю Ермаков. Мог убить Иваненко и мог следы замести. Так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж, как с алкоголиками. Бывших не бывает. Достали, Ань! Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Ты про этот платок? Я привезла два платка из Китая. Себе и маме. Маме платок не понравился, и она его кому-то подарила. Да, да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли. Ладно. Что случилось? Да эксперт звонил. И что, экспертиза? Ну а что мы тем не убивали? Это поделка. И кровь на ноже краска. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Я все сделал, как положено. Упаковал, подписал. Приложил постановление. Но был в кабинете, когда ты готовил вещь, ждут к отправке. Никого. Только перед этим заходила потерпевшая, дочь Ладыниной. Хотела с делом ознакомиться. Как только наш увидела, чуть обморок не упала. Я ей воды принес, она выпила и сразу ушла. Тищенко, ты в своем уме, чтобы через полчаса был протокол на мое имя? Есть. А может быть мне еще тебя задержать? Не понял. А меня на каком основании? На основании причастности к похищению вещественного доказательства. Ты выдумал несуществующий почтовый адрес Красильникова, выманил меня, а твоя сообщница украла нож. Послушай, моя сообщница мне ничего не говорила. И о краже ножа я узнал от тебя. А по поводу адреса можем позвать Липу на очную ставку, и она подтвердит. Ты звонил ей перед тем, как мы поехали за Родионом. Конечно, звонил. Я должен держать ее в курсе событий, она мой клиент. Так, все. Расследуй подальше от моего кабинета. А если я тебя еще раз увижу, задержу на трое суток. Калинин. Что? Послушай, не кипятись. Ты пойми, нас здесь всех надули. Если мы будем действовать сообща, мы найдем этот нож. Знаешь, что нужно сделать? Во-первых, нужно провести обыск в доме Ладыниных. И что искать? Понятно, что он оттуда больше не вернется, и нож там пятать не станет. Ну, хоть какие-то зацепки. Угу. Так. Так, срочно объявляйте в розыск Ладынину Марию Олеговну. Макар. Серег. О, Макар, привет. Ты как раз вовремя. Маша тут кое-что передала, пока тебя не было. Как ты съездил? Макар. Сереж, не хочешь рассказать, что случилось? Что с Макаром? Маша из полиции украла скевский нож. Этого не может быть. Вот как раз может быть. И все это она провернула, благодаря информации, полученной от Макара. А вы уверены, что это сделала именно Маша, что тут не произошло какое-то недоразумение? Вы сейчас просто так наезжаете на человека. Уверены. Больше некому. Я не верю, что Маша могла это сделать. Я тоже не думаю, что в совет может попасть в одну и ту же воронку два раза. Все благодаря твоей нормальной Маше, которая пошла по стопам Наги. А что ты на меня-то кричишь? Я-то здесь при чем? Успокойся. Правильно, давайте все тут дверьми хлопать. Наверное, ты меня сейчас ненавидишь. Я это заслужила. Потому что обманывала тебя. Прости. У меня не было другого выбора. Надеюсь, что когда-нибудь ты меня поймешь. Возможно, наши отношения начались как игра, но те чувства, которые я испытывала к тебе в последнее время, были настоящими. Я люблю тебя. Жалко, что мы не встретились при других обстоятельствах. Теперь все деньги на вашем счете. Не ищи меня. Я понял, да. На почте. Хорошо, да. Пока, спасибо. Ну что, собирайся. Едем в гости к Родиону. Ты адрес-то узнал? Мой друг с обширными связями среди почтовых служащих рассказал, что почту доставляют на вахту нашего дома презрения. И? И теперь любой, или пациент, или врач, может взять почту у вахтера. Подожди, но он же не врач, никто. Это сейчас никто. Раньше был медбратом. Ага, то есть почту может забирать по старой памяти. Конечно. Так что поехали. Осталось всего встретить в условленном месте. Да. Ты от этой гадости избавишься? Пусть живет. Давай. Уже три часа здесь сидим. Хорошо, что Ника бутерброды сделала. Ты б лучше о деле так думал, как о еде. Знаешь пословицу? Когда я ем… Погоди. По-моему, Красильников. Точно. Ну вот, и птичка в клетке. Сережа, а? Ты только полегче. Просто поговорим. Разберемся. Родион, а пару слов. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Слишком много совпадений выдало ваше воображение. А удивительность сходства у вашей главной героини и Майрии Ладыниной тоже ваше воображение подсказало. Я работал ночами и заметил, что как только гаснет свет в доме Ладыниных, тут же загорается окно в комнате Маши. Я предположил, что она что-то скрывает от родных. Меня это вдохновило, и я решил списать злодейку с Машей. Так, подожди. А про скифский нож ты как узнал? Ну, я же сказал, что я наблюдал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я решил, что мне нужно ближе узнать жизнь моей главной героини. Поэтому и наблюдал за Машей. Она меня чуть не застукала пару раз. Однажды ночи я увидел, что она что-то жжет за домом. Я дождался, когда она уйдет. И вытащил один из листков. На нем был эскиз древнего ножа. Это была удача. Это была большая удача. Я понял, что нарисованный нож, он идеально подходит к моему роману как орудие убийства. Ну, конечно, пришлось покопаться в архивах, чтобы узнать происхождение ножа. Так, а что ты видел, когда следил за домом Ладынина? Да не следил я! Я наблюдал. Спокойно, спокойно. Хорошо, когда наблюдал, ты видел, кто входил в дом перед Митей Ладыниным? Была женщина. Я не разглядел ее лица, но я сразу узнал ее. На ней платок был, какой Маша Ладынина носит. А Митя пришел после нее. А потом уже и вы подошли. Пошли поговорим. Макар, все сходится. Маша тогда утверждала, что не ее брат убил, потому что она убила свою мать. Да подожди ты, Сережа, ничего не сходится. Платков было два. Свой Маша мне показала. Перед тем, как мы нашли нож у Ермакова, который был завернут в другой платок. Осталось узнать, кому принадлежал этот второй платок. Ну, Серега, самому интересно. С этим что делать будем? Ну чего, отведем мы его к Калинину, пусть показания делают. Так, давай ты вези к Калинину, а я кое-что проверю. Ну что, пора исполнять свой гражданский долг. Какой еще долг? Макар, здравствуйте. Вы ко мне или к Свете? К вам. Да, я вас слушаю. Вы с Ладыниной были близкими подругами, так? Ну да. Я бы хотел узнать, куда делся второй платок. Какой платок? Китайский, шелковый. Маша рассказала, что привезла два платка, себе и матери, и свою Юлию Михайловну кому-то подарила. А что вы стоите? Проходите. Проходите. Минуточку, сейчас. Садитесь. Ну, что у вас там за история с платками? Я говорю, что Юлия Михайловна свой платок кому-то подарила. Да. Она, знаете ли, у нас была девушка разборчивая в плане одежды. Платок ей не понравился, носить она его не стала, сочла его очень темным, сказала, что он и старит, и, в общем, так вот. Да. А что такое? Что это за вопрос? Свидетель видел, как убийца входил в дом в этом платке. В этот платок был завернут нож со следами крови ладыниной. А Машин платок? Он все еще у нее, и я его видел. Так что остается только один, который Юлия Михайловна, судя по всему, подарила вам. Круг сужается до двух подозреваемых. У меня один вопрос, кто носил платок? Вы или Света? Скажите, Макар, вы… У вас сейчас есть время? Вы можете меня в город отвезти? Мне нужно к следователю. Сначала ответьте на вопрос. Нет. Это срочно. У меня нет времени. Я хочу сознаться в убийстве. Как странно, Света, оказаться в этом парке десять лет спустя. Я все время думаю, как бы все случилось, если бы я тогда не послушала маму и не выгнала тебя. Хотя, мама тогда все время под дудку ладыниной плясала. Не знаю. Не знаю. У тебя же кто-то был? Отец Кости? Был. До сплава. А только Костя появился. Потому что Костя особенный? Да. Да. И потому что… Отец Костя был женат. А я думала, будет небольшая интрижка. Так, отвлекусь, забуду тебя. Получилось. Алло. Да я. Вы хотите вернуть Костю? Хорошо, мы с утра завтра заедем. А я же говорил, у нас все получится. Нет, подожди, Стас, а если я не смогу? Ведь я уже пыталась один раз. У меня даже нервный срыв был. Я даже руки на себя хотела наложить. Ты мне это брось. Да ты не знаешь, какой это ребенок. За ним нужно смотреть каждую минуту. Он может кричать просто так, без причины. Он… Он почти не разговаривает. Он… Во-первых, я тебе помогу. Во-вторых, мы найдем для него нормальную развивающую программу. О деньгах не беспокойся. Деньги есть. Я заплачу. Все будет хорошо. Все началось с того, что Юля Ладынина предложила устроить Костика в интернат. На реабилитацию. Для этого нужны были деньги. Потому что так бы нам пришлось ждать своего чуди-гота. А так у Ладынины и там были знакомые. В общем, она все устроила. Вы хотите сказать, что дали взятку начальству в интернате? Сумма? Большая сумма. Триста тысяч. Но я надеялась, что Костик за этот год подлечится и Света хоть немножко отдохнет. Может, даже жизнь свою устроит. Денег у меня не было, естественно. Я бегала там, занимала везде. В общем… В общем, нашла я эти деньги и отдала Ладыниной. Потом оказалось, что нас обманули и Костика у нас отобрали навсегда. Как вам вообще в голову пришла мысль, что отказ от родительских прав может быть фиктивным? Я не знаю. Я почему-то Ладынине поверила. Нет, я потом, конечно, ходила к Юле и опросила, чтобы она вернула это все назад, чтобы как-то помогла. А она мне сказала, что это все нельзя сделать и вообще, что мы должны быть ей благодарны, потому что Костик наш дебил. Это все… Подожди, это все главное. Я как-то пришла к ней. Вот. Опять я просила ее помочь что-то сделать. И, понимаете, я у нее там увидела вот этот конверт, которым я деньги передавала. Вот. Я тогда все поняла. Почему вы не обратились в органы? Не написали заявление на Ладынину? Да я бы ее первый за мошенничество. Господи боже мой, какие там органы? Я в интернат ходила, я просила их. Они мне сказали, что все законно. У Светы тогда случился нервный срыв, а заведующая мне еще угрожала, что отправит Свету на принудительное лечение. В психиатрическую клинику. Вам плохо? Да. Дайте мне воды, пожалуйста. Все-все-все-все-все-все. Давайте идите, идите. Идите, пишите, давайте. Давайте, пишите. Я пришла к Ладыниной. Очередной раз я просила ее помочь мне. Она ничего мне не помогла. Там на столе лежал нож. Я его взяла. Я взяла Лайву. Я его этим ножом, я ее ударила. Э, Калинин. Так, я скорую вызову. Скорую, да, скорую. Не заверзла, а? Нет. Простынешь у меня еще. Да все в порядке. Недавно уже не было так легко к сейчас. Спасибо тебе. Слушай, Свет, поехали в магазин. Купим Косте новую одежду, карандаши, тетрадки там, ручки, книги обязательно. Сейчас. И чего-нибудь вкусненького. Подожди. Алло? Да. Света Царева. Что? Сас, мама в полиции. У нее там сердечный приступ был. Поехали. Живо. Быстрее. Мам, ты как? Слышишь меня? Слышишь, Светочка, слышу. Все хорошо. Врач сказала, у тебя было два микроинфаркта. Ну почему ты не говорила, что чувствуешь себя так плохо? Ты прости меня, Света. Я очень виновата перед тобой. Я тебе всю жизнь испортила. Мам, не думай об этом. У меня все хорошо. Стас со мной. Костю мы завтра заберем. Ты поправишься и поедешь домой. Главное, что у тебя все начало налаживаться. Ты должна жить. Должна растить Костика. Родить ребеночка Стасу. Ты помни об этом, когда все узнаешь. Мам, что узнаю? Это не важно. Я люблю тебя. Мамочка, я тоже тебя сильно люблю. Мам. А что с ней? Так, быстро в машину. Мам. Мама, надо сделать что-нибудь. Мам. Мамочка. И куда теперь меня? Дальше по этапу? Садитесь. Сейчас подпишите постановление и поедете домой. Домой? Вы поймали убийцу? Ваша мать убила Александра Царева. Александра Сергеевна? Этого не может быть. Они с мамой дружили. Царева дала признательные показания. Я не верю. Я хочу с ней поговорить. Это невозможно. Александра Сергеевна скончалась три часа назад в больнице от обширного инфаркта. Подпишите протокол. И можете быть свободны. Макар, ужин готов. Пошли. Серёга. Ну, подожди. Нека любимая вареники приготовила. Серёж, спасибо. Я не хочу есть. Ты со вчерашнего дня не ешь, Макар. Слушай, давай просто пойдём на кухню. Сядем спокойно. Поговорим. Слушай, Серёж, и оставь меня в покое, а? Займись своим делом. А я со своим сам разберусь. Пойду пройдусь. Макар, Маши там нет. Да. Добрый вечер. Не помешаю? Что вы? Если бы не вы, я бы так и сидел. Здравствуйте. Здрасте. Я тут прибираюсь немного. Жена послезавтра с сыном приедет. Ага. Вы, может, чаю хотите или поесть? Нет, спасибо большое. Скажи, а где Маша? Она же вроде должна была тебя встретить. Нет, она позвонила только сразу, как ей телефон включил. Сказал, что у неё всё хорошо, но он о отъезде. Когда сможет, перезвонит. Я сам хотел перезвонить, но телефон выключен. А почему вы спрашиваете? Понимаешь, она мне должна была кое-какую информацию передать по поводу скифского ножа. Видимо, забеглась и забыла. А это очень важно. Слушай, ты не против, если я у неё в комнате посмотрю? Смотрите, пожалуйста. И насчёт чая подумайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ещё один шаг? Мастер-доптитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А! В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Извините. Мне просто снова показалось, что там… Ну, ты же мне расскажешь, когда станет все ясно? Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя похуже. Ник, я давно хотел тебе сказать… Бабкин, ты смотри, что я нашел. Пару дней назад Маша открыла счет в банке. Ну, и что это нам дает? Как что? Скорее всего, на этот счет поступят деньги от продажи скифского ножа. И она захочет снять деньги с этого счета. Так, Калинин объявил ее в розыск, и она, естественно, захочет купить новые документы. Ясно. Вообще, ребят, ничего не понимаю. Каким образом это может помочь вам в данной ситуации? Если мы узнаем, в каком из отделений она будет получать деньги, мы сможем ее взять. Привет, Кеш. Слушай, ты давно ломал банковские системы? Я все равно считаю, что нужно позвонить Калинину. И рассказать, как мы устроили хакерскую атаку на банк. Во-первых, не хакерскую атаку, а тихий взлом. А во-вторых, мы свои источники информации можем не вдавать, а в-третьих, Макар, я давно тебе… Погоди. Она идет. Теперь точно пора звонить. Да подожди-то со своим Калининым, а? Давай сами возьмем. Сейчас выйдет с деньгами из банка. Сдадим пару вопросов. Потом задим твоему Калинину. Спасибо. Липа! Липа! Как вы напугали меня. Мне на секундочку показалось, что это Виктор. Ну неужели вы в самом деле его так боитесь? Я? Я ушла от него, а он этого так просто не оставит. Липа! Липа, я обещаю вам, нет, я клянусь, я смогу вас защитить от него, от всех. Вы верите мне? Я, я не хочу здесь больше оставаться. Давай уедем. Уедем. Я уже и записи твои собрала. До этого ничего не нужно больше. Как не нужно? А как же твоя книга? Ты что, ее не будешь дописывать? Я уже дописал ее. Я даже отправил в одно издательство. У меня завтра встреча с шеф-редактором. Ой, сколько можно денег-то считать. Второй час сидим. Ты что? Ты что? Походу, упустили мы ее. – Пойду посмотрю. – Давай. Держи. Это что? Смотри. Да. Получила деньги, зашла в туалет. В кабинке обнарвали вот это. Теперь мы ее точно не найдем. Как это не найдем? Мы ее не найдем? Еще не вечер, Макар. Эх, что б ты без меня делал? А что б я делал без друзей из ГИБДД? Штрафы бы оплачивал за неправильную парковку. Ну, я и так оплачиваю. Так, что у тебя тут? Вот. Ну, без них бы я не достал запись с камер видеонаблюдения у банка. Так. Сейчас, сейчас. А вот она. Во сколько вошла? В одиннадцать сорок пять. Ну-ка, дальше. Одиннадцать сорок пять. Так, подожди, подожди. Подожди, подожди. Мотай назад. Давай. Стоп. Походу, это она. Узнал милую по походке? Да нет, Сереж, посмотри. Женщина с такой внешностью до этого в банк не входила. Так. Ну, давай дальше. Так. Ага. Ага. Так, а вот и такси, на котором она уехала. Номер пиши. Ага. Слушай, как думаешь, а таксист вспомнит эту шикарную женщину? Вспомнит, куда ее подвозил? Предлагаю проверить. Вперед. Кажется, наш. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Макар Алешин. Сергей Бабов. Участные детективы. У нас пара вопросов. Скажите, вы сегодня девушку подвозили с улицы Институтской, невысокого роста, брюнетка, черные очки и в черном пальто? Я пассажиров не запоминаю. Главное, чтоб платили и не курили в машине. Посмотрите на фотографию. Узнаете? Ну, вы знаете, сколько у меня их каждый день? Ну, не запоминаю я. Я смотрю, вы навигатором пользуетесь? Можно взглянуть, а? Смотрите, если надо. Только недолго. Мне все-таки работать еще. Хорошо. Во сколько она уехала? В 12-05. 12-05, улица Подбельского, 38. Может, хоть подъезд вспомните, а? А, вспомнил. Она не доехала. Квартал за четыре вышла. Вот здесь вот где-то. Вот. Томашевской. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну, и где нам теперь ее искать? Делать по квартирной обход по домам? Интересно, куда же она могла? Да куда угодно. Поймала участника и уехала в другой конец Москвы. Так, 19. Томашевской, Томашевской. Откуда я это знаю, а? Вспомнил. Я пробивал по базе. Филиппова Нина Дмитриева, кажется. Помнишь? Это которая сестра дяди Жени. Последнего мужа Ладыниной. Точно. У нее здесь квартира. Дом 15. Квартира 350. Все, Серый. Дальше я сам. Макар, не дури. Серега. Макар, подожди. Давай позвоним Калинину. Пусть приедет. Сам все разберет. Ее арестуют. Сереж. Макар. Сережа. Послушай, я сам лично приведу ее к Калинину. Слово даю. Макар, Макар. Домашевского, 15. Илюшин слушает. Седьмой подъезд, двенадцатый этаж. Ну, конечно. Привет. Где нож? Там, где и должен быть. Ты умный, я думала, сам догадаешься. Я спрашиваю, как в вашем доме оказался скифский нож? Иконы не единственная моя специальность. Еще я занимаюсь оружием. И? Мне позвонил Троицкий и предложил халтуру. Обратиться в официальный реставрационный мастерский он не мог, потому что с историей ножа было что-то нечисто. И он предложил мне в частном порядке им заняться. Я изучила нож и поняла, что это мой шанс. Если сделать все быстро, то можно хорошо заработать. Значит, у нас не отберут дом за долги. К Мите вернется жена, и он будет счастлив. Естественно, я согласилась. И ты решила его украсть? А как, по-твоему, он оказался у Артемьева? Ты вообще знаешь, кто такой Артемьев? Знаю. Продавец антиквариата. Да ты спроси у любого, кто этим занимается, как он проворачивает свои тележки. Как он на последние деньги отжимает у бедных вдов гравюры дюрера. Или подлинники Вернеера за смешные деньги. Он просто говорит, что это подделки, понимаешь? Слушай, ты что, решил грабить награбленное? Да при чем здесь я? А потом мама нашла нож и, видимо, его перепрятала. У нее было чутье на такие вещи, понимаешь? Она думала, что таким образом она может вернуться к прошлой жизни. Потом маму убили, нож пропал, Митю арестовали, а ты… Ты обещал найти ее убийцу, помнишь? А я нашел. Царева Александра Сергеевна. Я сдержал обещание. Подожди. Александра Сергеевна? Да. Она во всем призналась к Калинину. У Макар этого не может быть. Я вошла в дом через пятнадцать минут после того, как Митя нашел тело мамы. Здравствуйте. По дороге я ее встретила, она мне улыбнулась и… Она шла из продуктового. У нее в руках была сумка. Или ты думаешь, она убила маму мимоходом? Убила, а потом пошла за курицей молоком? Этого просто не может быть, Макар. Я знаю. Она просто не успела бы это сделать. Спрятать нож и, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Вот видишь, ты не сдержал обещание. Можно подумать, тебя это волнует. Тебе нужен был только нож. А я… Я просто… Что это? Это два билета до Берлина. Там пересадка. Один на твое имя. Поехали со мной. А? Поехали. Не с кем потратить грязные деньги? Найдешь себе там кого-нибудь. Мне не нужен кто-нибудь. Ты это прекрасно знаешь. Слушай, я уже вообще ничего не понимаю. А что тут понимать? Я тебя люблю. Перестань. А если он испугается и не захочет ехать? Или… Никаких если. Свет, мы справимся. Обещаю. Угу. Проходи. Костик. Родной. Я твоя мама. Он вообще не понимает, что происходит вокруг. Вы его, пожалуйста, за руку в себя держите. Угу. Да, вот здесь документы на ребенка. Нужно подписать несколько заявлений и собрать справки, которые помогут восстановить родительские права. Хорошо, я этим займусь. Если будут какие-то вопросы, звоните. С бумагами помогу. Позвоню, не сомневайтесь. Угу. Всего доброго. Ну все, пойдем. До свидания. Кость. Я буду ждать. Я буду ждать. Я буду ждать. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Молодец! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ха-ха-ха. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Вы ко мне? Так. Ну, вообще-то я к Нике шел. Иди сюда. – Ваш сын? – Опа. Да. Мы сегодня его забрали. До сих пор не верится, что он со мной. Стыдно так, что я его тогда отдала. Да. Чувство студа — странная вещь. Иногда оно заставляет совершать у нас странные поступки. Ваша мать, например, созналась в том, чего не совершала. Так? А вот здесь нарисуем джип. Давайте в доме поговорим. А смотри, как у меня получилось. Вот. Так. Это же вы убили Ладынину за то, что из-за нее Костя попал в интернат. Так? Нет. С чего вы взяли? Я не имею к этому никакого отношения. Я это взял из фактов. Например, из вещественных доказательств. Орудие убийства было завернуто в платок, который Ладынина подарила вашей матери. Наверное, мама была в этом платке, когда пошла к Ладыниной в тот день. Не была. Она была в продуктовом магазине. И свидетель видел, как она возвращалась домой уже после убийства. Ваш свидетель врет. Свидетель не врет. Свидетель ее дочь, Мария. И она не может врать. Хорошо. Я все расскажу. Все началось, когда я узнала, что идея отдать Костю в интернат принадлежит Ладыниной. Мама пошла у нее на поводу. Когда мне даже не разрешили увидеть Костю, я сразу пошла к Ладыниной. Я хотела, чтобы она отозвала все назад. Это ты. Юрия Михайловна, я была в интернате, мне не отдают Костю. Слышите? Я к вам обращаюсь. Слышите меня? Ладынина ударила меня. Слухачка! Стиричка! После этого я схватилась за нож. Что же это? Она хотела ударить меня еще раз, споткнулась и упала прямо на лезвие ножа. Я услышала шаги, поняла, что кто-то идет. Тогда я схватила из себя этот платок, стащила, завернула в него нож и выбежала через черный ход. Нет. Вы рассказали обо всем маме, и она взяла вину на себя. Нет. Мама, мама, я ничего ей не говорила. Она сама обо всем догадалась. Мама видела, что со мной что-то не так. А я не видела, я не понимала, что ей тоже плохо. Она до последнего пыталась все изменить. Она хотела, чтоб я начала все с чистого листа, чтоб я была счастлива. У мамы все получилось. Я действительно сейчас счастлива. Знаете, когда я шла тогда к Лодыниной, я думала, моя жизнь кончена, что больше ничего не будет, что будет только хуже. Я не думала о последствиях. Расплачиваться приходится сейчас, когда Костя и Стас со мной. Пойдемте, я готова. В куда? В полицию. Я во всем признаюсь. Хотя бы мамина память будет светлой. Я верю, что Лодынина превратила вашу жизнь в ад. А еще я верю в судьбу. И важно быть здесь, с семьей. Свет, мы пришли. Иди сюда. А что случилось? Откуда слезы? Святик, он что, тебя обидел? Стас, нет. Это счастье. Мама! Костя! Костя! Только что звонила мама Макара и интересовалась, почему ее сын такой странный голос, и почему так односложно отвечает на ее вопросы. Не случилось ли что? Ты сказала ей про Машу? Шучу, что ли? Она через два часа тогда здесь будет. Нет, знаешь, я хочу спокойной, размеренной жизни. Макар сильный, он справится со своей психотравмой. Ой, ну, Сереж, так нельзя. Неправильно. Во-первых, она мать, она должна знать. Во-вторых, она знает, как успокоить сына. Так, спокойно. Это неправильно. Ник, давай сейчас присядем спокойно, попьем чай и решим, что делать с Макаром. Привет. А что такое? Что с лицами? Привет. А мы тут вот тебя ждем. Ага. Как день прошел? Нормально. А как дела в целом? Да нормально все. По крайней мере, один раз я точно поступил правильно. Ладно. Давайте чай пить. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...